Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Время от времени мы слышим, что спортсмены и знаменитости принимают ислам. Некоторые из этих новостей еще не подтверждены, но есть известные люди, которые объявили о своей вере всему миру. Вильгельм Отт, профессиональный боец смешанных единоборств. Он был профессиональным боксером с 2008-го, по прозвищу Потрясающий. Два дня назад, 16 апреля, он объявил, что принял ислам. Он это выложил у себя в социальных сетях. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И свидетельствую о том, что Мухаммад посланник Аллаха. Это моя религия. Я горжусь, что стал мусульманином. Пандемия коронавируса дала мне время поразмышлять и прийти к вере. Ислам занимал мой разум много лет. Но бывали времена, когда я ничего не мог с этим поделать. Я позволял оказывать на себя политическое влияние. Но ислам дал мне необходимую силу, и я смог пройти через это. Жизнь как зебра. Как говорится, хлебнул бы ты с мое, ох и поплакал бы. На следующий день, он выложил в соцсетях свою фотографию, где он со священным Кораном, который ему подарил известный ММА-боксер Бурак Кизилермак. Он сказал, «Мой брат Бурак подарил мне молитвенный коврик и священный Коран. Мы с братьями вместе совершили пятничный намаз. Слов нет, чтобы описать доброжелательные комментарии в свой адрес. Благодарю всю исламскую общину за такой крайне теплый прием». Также он в своем посте пишет, что выражает благодарность своим фанатам. Не думал, что мое принятие ислама будет таким громким. Я рассказал об этом, потому что друзья и те, с кем я общался, знали об этом. Вы классные. Благодарю каждого, от всей души. «Аллах через вас дал мне эту силу, силу верить в Аллаха». А на следующий день он в своем посте написал, что готов к Рамадану. Причист Аллах. Всего три дня назад принял ислам и уже проявляет истинный дух ислама, готов соблюдать ислам. Он написал, «Мой первый Рамадан уже на носу. Я жду его. Как профессиональному атлету тебе нужна сильная воля. Теперь моя вера еще сильнее укрепилась. И я, иншаллах, стану еще сильнее». Мои соцсети переполнены личными сообщениями. Почти миллион сообщений пришел на Фейсбуке и в Инстаграме за последние несколько дней. И они, похоже, не собираются заканчиваться. На все, конечно, не получится ответить. Но спасибо за ваши добрые пожелания. Вы меня поразили. Машаллах. Добро пожаловать, брат, в религию мира и человечности. Его выбор стать мусульманином для многих людей стал поводом задуматься об их ненависти к исламу. Это показывает, что несмотря на все деньги и славу из-за его карьеры, они не помешали ему выбрать истинный путь. Деньги, слава, богатство никакой роли не играют в жизни человека, если человек искренней. Вильхельм Отт – еще один живой пример, как человек обрел мир в этой короткой жизни. Пусть Аллах поможет ему удержаться на прямом пути и облегчит ему соблюдение ислама. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Имя Аллаха – Ар-Рухман, милостивый. Мы читаем это имя в суре Фатиха, во время чтения намаза, за который каждый мусульманин будет спрошен. Мы регулярно используем имя Ар-Рухман. Говорим, О, Аллах, дай нам свою милость. О, Аллах, ты самый милостивый. Мы часто слышим имя Аллаха – Ар-Рухман, что Аллах – Ар-Рухман, милостивый. Когда мы в отношении человека говорим, что он милостивый, мы имеем в виду его мягкосердечность. Но в отношении Аллаха – Ар-Рухман, как сам себя назвал Аллах, то есть, то есть милостивый. Это означает, что нет никого подобного мне в моей милости. Если вы хотите получить милости Аллаха, просите их у него. То есть, Аллах – самый милостивый. Шейх Фадл Рахим пишет, что это имя Аллаха надо использовать, чтобы избавиться от тьмы в сердце, которая появляется после грехов. Когда делаешь то, что Аллах запретил, или не совершаешь того, что Аллах повелел. Можете имя Аллаха – Ар-Рухман, милостивый, повторять снова и снова. О, Рухман, О, Рухман, сколько захочешь раз. И надейся, что Аллах дарует тебе свою милость. Можете читать такую дуа. Читать ее насучит Аллах в Коране. Господь мой, раскрой мою грудь, то есть, дай мне уверенность, умиротворение, и облегчи мне мое дело. Это сура Тога, 20-я сура, аяты 25-й, 26-й. Если чувствуешь в сердце какую-то тесноту, хочешь благодати, то читай эту дуа и обращайся к Аллаху через его имя Ар-Рухман, милостивый. Говори, О, Рухман, О, Рухман, осознавая смысл сказанного. И Аллах успокоит тебя, облегчит все ли ты умиротворение в сердце. Например, на собеседование собрался, мандраж, или еще что-то не так идет в твоей жизни. Хочешь, чтобы Аллах даровал тебе свою милость? Читай эту дуа из Корана и обращайся к Аллаху через имя Ар-Рухман, милостивый. Поистине, Аллах самый милостивый. Аллах говорит в Коране, сура верующие, аят 109. Поистине, некоторые из моих рабов говорили, Господи, мы уверовали, прости же нас, и помилуй, ибо ты наилучший из милосердных. Мы верим, что Аллах самый милостивый, самый милосердный. Мы должны просить Аллаха, чтобы он помиловал нас и простил. Можно говорить, о Рахман, о Рахман, о Рахман, о Самый милостивый. Всевышний Аллах милосерден к своим творениям во много раз сильнее, чем мать милосердна к ребенку. Представьте, как мать милосердна к ребенку. Так вот, Аллах во много раз милосерднее к своим творениям, в том числе и к нам, с вами. Так что, если будете к Аллаху обращаться, о Рахман, о Рахман, о Милостивый, представьте, сколько милости Аллах даст вам. Пусть Аллах, причист Он Всевышний, поможет нам выучить имя Рахман, Милостивый, и поможет нам обращаться к Нему через это имя. Да воздаст вам Аллах наилучшим благом. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь, и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Рамадан с дуа, с викрами, с хорошим тарауихом. Не надо быть разборчивым. В Лестере, в общем, у меня есть родственник в Лестере, знаете что он? Он гордился своим коротким тарауихом, знаете. В Лестере, знаете, происходит вот так. В этой мечети читают час пятьдесят, в этой час, в этой пятьдесят минут. Пятьдесят минут! И все закончилось, маше Аллах. Вы о чем? Вы хотите приблизиться к Аллаху, или вы хотите устроить лошадиные скачки на тарауихе? Лошадиные скачки на тарауих. Приближаемся к препятствию. Это что такое вообще? Это что вообще такое? А потом вы слышите странное удлинение где-нибудь. И все. И что это за тарауих будет, если так будет весь месяц? Чем это будет? Я просто говорю им, слушайте, вы хотите приблизиться к Аллаху? Вы хотите провести Рамадан как следует? Так проведите как следует. То же самое пост. Есть внешние элементы поста, есть внутренние. Внешний элемент поста – это просто вы не едите от рассвета до заката. После чего большинство мусульман говорит «Е, я это сделал». Настал Магреб, Ифтар настал, поели и все. Но суть поста – в самоконтроле, в самодисциплине. Вот вся суть. Викр. Духовная сторона этого в том, что пост должен научить тебя самоконтролю, сильному самоконтролю и самодисциплине. Когда вы останавливаете себя от совершения вещей, которые вам не следует делать. Это пост глаз, ушей, языка. Вы не говорите много, следите за языком, контролируете взор, мысли, контролируете и так далее. И весь свой день вы наполняете викром. В этом пост помогает. И в этом вся духовная сторона поста. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Послушайте слова Кур'ана. Это не мои слова, это стиль Кур'ана. Куда же вы идете? Столько любви в этих словах. Словно мать, опечаленная тем, что ее сын сбился с пути. И она спрашивает, куда же ты идешь? Не то, что просто, куда ты идешь? А с материнской болью, скрытой в этих словах. Или как опечаленный отец, который говорит, сын, куда же ты идешь? Отцовское сострадание в этих словах. Потому что он знает, что это навредит его сыну в будущем. И из-за этого, придя в уныние, он говорит, что же ты делаешь, куда же ты идешь? Мы можем передать слова, но не глубину эмоций, которая в них содержится. У нее нет перевода. Эмоции невозможно перевести. Их нужно чувствовать. Арабский — это не родной наш язык. Мы не понимаем всей глубины того, как Аллах говорит с нами. И степень любви, заключенной в его словах. Я Айюхаль-Инсан. Аллаху Акибар. О, люди. Не только мусульмане. Не только. Но любовь, которую Аллах выражает к семи миллиардам землян, обращаясь с любовью к обитателям этого мира. Я Айюхаль-Инсан. Это подобно тому, словно Аллах спускается на эту землю и трясет каждого человека, говоря ему, что ты делаешь? Что ты делаешь? Я Айюхаль-Инсан. О, мое творение. Я твой Господь. Почему ты отворачиваешься от меня? Здесь считается нормальным детям ослушаться своих родителей. Но в нашем регионе этого меньше. Когда это случается, родители говорят, почему? Боль, которая скрыта в этом почему. Куда же ты идешь? С болью в вопросе. Что же ты делаешь? С болью в вопросе. Ограниченная любовь матери и отца. Если мы проведем аналогию с Аллахом, нам станет ясно, что любовь Аллаха безгранична. А теперь попытайтесь понять эти слова. О, люди. О, человек, что ввело тебя в заблуждение относительно твоего Господа Великочестивого? Я твой Господь. Я твой Господь. Кто обманул тебя? Почему ты отворачиваешься от меня? Который сотворил тебя. Выровнял и соразмерил. Посмотри в зеркало, как я создал тебя. Разве я был несправедлив к тебе? Даже мать, будучи просто творением, не причиняет несправедливости ребенку. Я создал тебя своим могуществом. Как я могу быть несправедливым к тебе? Если я запрещаю тебе что-то, в этом есть мудрость. Если я велю тебе что-то делать, то это тебе же на пользу. Куда же вы идете, Аллаху Акибару? Аллах говорит. Куда же вы идете? Разве оставив Аллаха, он найдет какое-то убежище? Напротив, мой Господь сказал. Бегите же к Аллаху, не туда. Идемте сюда. Аллах говорит ко мне. В мою сторону. В мою сторону. Мои мерзкие грехи не могут найти прощения нигде, кроме как в тени твоего милосердия и твоего прощения. Эти австралийские мусульмане доставляют горячие обеды работникам здравоохранения в Сиднейских больницах. Этот проект поддержали 18 мусульманских организаций. Началась доставка вкусной пасты в Кентерберийскую больницу, в которой оказалось свыше полутора тысяч коронавирусных пациентов за крайние несколько недель. Доставка еды австралийских мусульман с гордостью сообщает. Мы начинаем второй этап нашей компании. Австралийские мусульмане кормят своих героев. Сегодня мы доставили 60 горячих обедов в больницу Кентбери в знак признательности. Так как рабочая нагрузка была растянута, вещей медицинских больше, Людям предлагались горячие обеды. Так классно осознавать, что для нас есть еда, когда времени у нас нет. Большое спасибо, очень ценим. Спасибо большое, ребят. Еда вкуснятина. Спасибо большое за ваши сегодняшние обеды. Я и прекрасные сёстры из коронаклиники видели, как вы им их доставляете. Мы так ценим ваши старания и поддержку. Спасибо большое, ребят. Мусульмане-организаторы надеются, что и дальше будут доставлять еду. В разные больницы. На протяжении месяца Рамадан. О каждом из нас заботились соцработники. В конце концов, ты родился в больнице. И сегодня мы проявляем к людям благодарность за это. Заботимся о них, как они заботились о нас. Братья и сёстры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok